Выезды на мероприятия, участие в патрулированиях, дежурство в составе групп задержания – все это лишь видимая часть работы этой службы. Весь нелегкий труд кинолога, как правило, остается за кадром. Это воспитание своей собаки с щенячьего возраста до полноценной боевой единицы, готовой к выполнению специальных задач. А для этого кинологу нужно быть асом не только физиологии, но и психологии животных. К слову, именно Приморье не раз становилось местом встречи кинологов со всей страны. Центр кинологической службы Краевого управления МВД по своей оснащенности – один из лучших среди кинологических служб МВД России. Кинологи прибывают сюда с Дальневосточного федерального округа и Приморского края. Помимо этого в центре проводятся кинологические сборы, на которых проводятся дополнительные тренировки для поддержания рабочих качеств собак. В штате Приморской полиции 167 должностей специалистов-кинологов. Некоторые входят в состав патрульно-постовой службы или конвойных подразделений. Другие – изоляторов временного содержания, а также специальных кинологических подразделений в отделах полиции на территории всего Приморья. По окончанию сборов они проходят аттестацию и выходят на службу специалистами более высшей квалификации. В настоящее время в кинологическом центре УМВД России по Приморскому краю содержится 185 служебных собак и щенков по различным направлениям службы. Собаки обучены для работы по запаховому следу человека, поиску взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ. Примеров плодотворной работы кинологов со служебными собаками много. У каждого полицейского наберется достаточной истории об успешной деятельности своих подопечных. Мне бы хотелось поздравить своих коллег с праздником, пожелать им удачи, пожелать им больше раскрываемых дел, также пожелать им терпения. Служебные собаки продолжают занимать достойное место в деятельности УМВД России. В настоящее время с помощью служебно-розыскных собак ежегодно в стране раскрываются около 20 тысяч преступлений. За верность долгу многие собаки имеют награды. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.